Шалом, мой друг! Сегодня у нас порция Торы Кидашим. Это Левит 19 глава и 20 глава. Две главы всего. И я хочу поделиться просто одним отрывком. Немножко поразмышлять с тобой. Значит, этот отрывок находится... Левит 19, стих 17. Он читается так. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. А за ним следует очень известный отрывок, 18 стих. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Этот отрывок потом Иешуа проповедует, когда говорит, возлюби Господа своего, а вторая заповедь, возлюби ближнего своего, как себя. То есть, сегодня я хочу уделить время вот этой части заповедей Господних. Возлюби ближнего, как самого себя. Значит, в 17 стихе, не знаю, заметили вы или нет, есть парадокс. Еще раз прочитаю. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Но. Там но не стоит, но я добавляю. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Это интересный парадокс. Очень известный еврейский мудрец Бал Шемтов. Он жил в 1700-х годах. Мой, кстати, земляк с Украины. Я с Южной Украины. Он с более западной, Тернопольская область. Город Межбиш. Но я не буду за него много рассказывать, потому что время не позволит. Но он был мудрец, жизнь его не ласкала, но он вырос и вырос в духовных глазах за свою жизнь. Значит, ну не буду я за него много рассказывать, вы можете на интернете больше узнать. Так вот, Бал Шемтов, он пытался разобраться с этим парадоксом. Я думаю, что он разобрался. И он пришел к такому же выводу, к какому пришел наш Господь Ешуа, Мессия Израиля, когда 2000 лет назад ходил и топтал эту землю. Значит, он... Смотрите, что говорит Ешуа. Давайте начнем с этого. Это из Нового Завета, из Брит-Хадаши, 18 глава, Матфей, Матфей 18, стих 15. Вот что говорит Ешуа. Ешуа. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. И так далее. Дальше он идет, говорит, как все это надо производить, все в деталях описывают, в таких небольших. Вот, то есть, Ешуа, он знает принципы и Торы, и Талмуда. Он здесь говорит, что ты несешь ответственность за своего брата. И ты не можешь проходить мимо своего брата, когда он грешит. То есть, иногда это доходит до абсурда. Я, допустим, я живу в Портленде, штат Орегон, Америка. Я вижу, как люди обличают с площадей, и они, как бы, кричат «покайся», но там нету любви, любви, которая исходит от Бога богов. И просто кричать «покайся», ну, оно имеет, конечно, смысл, но, прежде всего, люди должны видеть в тебе любовь Божью, и она должна изменять. Одного крика «покайся», как мне кажется, недостаточно. Вот. Значит, вот это место говорит Ишуа. И второе место говорит Ишуа. Это седьмая глава Матфея. Начнем с пятого стиха. Матфея 7, 5. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Вот. Тут, в принципе, можно больше читать, но смысл понятен. То есть, Ишуа дает тот же цимус, тот же смысл вот этой фразы Левитам 19, 17. Он говорит, что прежде всего позаботься о себе, посмотри внутрь себя, кто ты внутри, есть ли в тебе любовь, есть ли в тебе святость Господня. И потом ты можешь идти обличать брата своего и смотреть на его сучок в его глазу после того, как ты разберешься с собой. То есть, что я хочу сказать? Что великий наш Мессия, Ишуа, он дает те же самые простые выводы, что великий еврейский мудрец, ученый говорит, что разберись сначала с самим собой, проанализируй себя, взгляни критическим взглядом сам на себя, а потом ты должен обличить брата своего, если видишь в нем какие-то неправильные вещи и так далее. И в этом выразится твоя любовь. То есть, спасение утопающих начинается с того человека, кто спасает самого спасателя. Спасатель должен разобраться с собой, привести себя в порядок. И в другом месте еще Ишуа говорит, что почитайте друг друга высшим себе. Я вам даже лучше скажу, я вам больше скажу. Вот сейчас я подыскал это место, это Иоанна, 13 глава, 12 стиха. Я вам прочитаю, это когда Господь Ишуа мыл ноги своим ученикам, своим Талмедим, и он сам, он святой, праведный, Сын Божий, он мыл ноги людям. И он сказал так, когда же умыл им, вернее, когда он умыл ноги им, надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом. И правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. То есть тут есть обязанность любить ближнего своего, и это один из сложных принципов, его очень легко понять, но исполнить, я думаю, что это сложнее всего для обычного человека. Только Господь, вошедший духом, святым, человека может изменить, полностью поменять мировоззрение и действовать. Поэтому я благословляю вашу следующую неделю. Надеюсь, я буду чаще делать такие вот недельные главы Торы, Пятикнижи Моисеева. Я благословляю вас именем Господа нашего, Бога Израилева и Его Мессии Иешуа. Амин. Шавуатов.